всем привет с вами канал жизнь латвийской глубинки сегодня теплый весенний денек поддувает правда ветерочек не очень теплый но решил выйти немножко позаниматься хозяйственными делами вот здесь набрал кучку камней уже не первую такую вот одна там меня дальше отсюда конечно не видно вторая кучка камней вот эти камни убирая с поля которая будет коситься на сено в прошлом году был овес посеян вот но может кто-то не знает конечно же такое вес но это зерно сеется на корм на корм скоту лошади нужно и молочь так дается там свиньям корове причем это зерно овса на мельницу мелем и и тогда корм лошади просто так вот прошу гладить у меня половец почти вместе с клевером вот видите походит уже клеверок начинает выходить с линейки вот такое у меня поле где-то соток тридцать пять посеял этот овес с клевером клевер посеял чтобы земля здесь отдохнуло уже здесь было несколько лет назад картошка картошку выкопали последний раз потом на зиму запахали весной посели прошлый овес клеверком ну вот что дальше овес клеверком и камушки собираю камушки эти мешают скашивать трактор косилка ломается поэтому таким некрупным камням они земли торчат сегменты оббиваются нужно останавливаться ремонтировать или косу менять или что-то вот когда уже таких камней поменьше как бы можно более уверенно как очистить может тракторист только решил сегодня пройти что довольно много такой мелочи решил сегодня пройти и собрать собрать эти камушки потом он скосит мне скосится этот клевер и вырастет когда примерно я думаю в конце июня скосится и будет для Маши для Маши будет отличный корм здесь так их совсем не засушат тут такое должна быть масса хорошая первый год ну как здесь клей сегодня один клейер и метод работающий клейер где-то 50 на 50 но первый год обычно в основном клейер один а на второй год уже клейера поменьше идет идет трава тут всякие смесь трав была у меня почти тоже в общем там разных трав наверное например несколько лет будет здесь на сено несколько лет будет коситься сено ну здесь от другого у меня все поля что пасется что пасута скотом что это самое что кощем на сено вот везде вот там заглозы горы везде травы нужно время пересеивать поля тогда хорошая масса а так если поле лет десять не пересеиванное то конечно особо травостоя не жди от него только на пастбище пасти ну вот камушки подобрал то что я хотел сейчас пойдем покажу свое поле где в этом году будем сажать картошку ну а здесь вот у меня картофельное поле будем здесь сажать картошку вот здесь она будет второй год у меня уже в прошлом году здесь была была картошка и осенью выкопали положили навоза сколько у нас было вот и потом запахали здесь примерно где-то около около сорока соток 40 соток земли участок этот вот на горке здесь конечно такая при глине там вот дальше в низинке хорошая и вот здесь вот здесь вот низинка но в принципе неплохая неплохая земля для картошки но урожай в прошлом году мы не обижались нормальный урожай был вот и в этом году вот будем снова сажать картошку как бы даже уже земля сейчас уже готова готова она уже высохла все ну конечно сейчас еще сейчас еще рано сажать сегодня какое 18 наверное апреля вот где-то будем сажать ну скорее всего в начале в начале мая сейчас у нас тут засохло все ну еще еще дождики пройдут пройдут дожди она размокнет если будет сильно так уж сухо сверху корка тогда придется пройти сперва дисковый бараной тяжелый потом уже культиватор пустим потом уже сажалку сажалкой будем здесь трактором сажать картошку вот немножко еще добавим добавим немножко минеральных удобрений чтобы лучше картошка врос шла вот много не сыпем минерального но все таки немножко надо немножко надо минеральных там вчера в том конце еще выкачали жижную яму из хлева где-то около 8 тонн жижи тоже вылили как удобрения вот что вот так так рано у нас картошку никто не сажали там наверное есть у нас там еще один участок небольшой там посадим пара везде ранний и новый сорт новый сорт там купили картошки там просто посадили на маленьком участке а здесь основной участок у нас сажаем вот сорт такой у нас вин это вот видно с сажаем и очень хороший спрос на нее и сами нравится и люди тоже покупают любят эту картошку у нас это сорт вот такое мое поле здесь вот под картошку уже все все подготовлено сочнее запахано только ждем начало примерно мая вот вот разрабатывать и сажать картошку ну вот здесь тоже этими полями я пользуюсь вот сперва мы их скашиваем а потом уже оттава оттава отрастает и по чем по чем скотина вот уже начинает конечно понемножку трава трава зеленеть но скот еще корова в поле рано это где-то тоже так же самое и корова в поле где-то в начале мая не раньше когда будет нормальная трава вот на такой траве ничего только не наест ничего Маша конечно ну как я уже всегда показывал Маша у меня в загоне целый день и сейчас уже тепло стало Машу держу в загоне и ночью вот 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 она траву такую ее тоже не выпускаю она травы такой не наестся ни хрена и сена уже больше есть не будет будет искать только где бы ее что-нибудь зелененькое вот пусть и на такую траву лошадь сейчас она совсем совсем ослабнет и для никакой работы она не будет годная пока пока уже не отъестся нормальной травы вот а нормально я говорю у нас нормальная трава где-то только в начале а то и в середине в середине мая так что пока еще сена хватает у нас еще пока что едим сен я думаю в этом году травы будет потому что как бы пока что сильно не заслушивает вот вот сырости в земле есть потом придет время подогреет солнышко и трава пойдет будет и пастбище будет будет и сенокос ну что вот такие вот дела у меня на сегодняшний день буду заканчивать все на сегодня с вами был канал жизнь латвийской глубинки канал о простой деревенской жизни всем пока оставляйте комментарии подписывайтесь на мой канал пока 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 не